Мы продолжаем листать неизвестные страницы в биографии Легендарного Чапая Так вот, после той победы Чапаеву перестали доставлять боеприпасы А он воевал трофейным Не дали подкрепления, когда он попал в окружение Он вырвался своими силами Наконец у него приказом командармы отобрали дивизию И что? Он в 4 дня сформировал новую В конце концов, против непотопляемого Чапая Нашли оригинальный прием Откомандировали его в Москву На учебу в Академию Генштаба Пришлось подчиниться Однако через 2 месяца он из Академии избежал Его могли строго наказать Но дело кончилось пустяком Прислали присматривать За непокорным Чапаевым комиссара Это и был начинающий писатель Фурманов с красавицей женой Анной Стишенко Отослать вон в 24 часа Увидав ее, постановил женоненавистник Чапаев Вот так сначала из-за бабы началось противоборство между комдивом и комиссаром Позже описанное Фурмановым как политическое С его стороны были и доносы на Василия Ивановича В ЧК Обвинение в анархизме В предательстве идеалов революции А на самом деле Дмитрий Андреевич сходил с ума от ревности Его супруга Стала обращать внимание на Как бы теперь сказали Брутального и креативного Чапаева Комиссар слал свои телеграммы начальству А Чапаев свои И оба требовали прислать комиссию Наконец приехала комиссия Во главе с Куйбышевым Он признал Фурманова виновником конфликта И отослал из дивизии Но жить-то Чапаеву Оставалось всего полтора месяца Беда пришла 4 сентября 1919 года Когда Чапаев ездил в станицу Где бойцы по ошибке Не поставленные на провиант Забунтовались с голоду Василий Иванович конфликт уладил Приказал Двум другим бригадам поделиться хлебом В штаб вернулся ночью Хотел телеграфировать в штаб армии Но телеграф почему-то не работал Белые напали Не дав красноармейцам толком проснуться Почему так случилось? Ведь Долбищенска, где находился Чапай Белоказачьему корпусу Надо было идти 130 километров по красному тылу А действительно тут попахивает предательством Со стороны своих И вот именно его Льва Давидовича Троцкого Талунева Недоброжелателя Ни в меру удачливого комдива Называют В числе наиболее вероятных Организаторов Задового Дочери Чапаева Клавдии Васильевне Были известны даже имена Четырех предателей В то время их фамилии Обнародовать было невозможно Поскольку будучи предателями в гражданскую войну Они в годы Великой Отечественной Вдруг стали героями И заняли очень высокие посты Как будто ни было 3000 чапаевцев Насмерть стояли против 12000 белых Была еще надежда На военный талант Чапаева Но около пяти утра Шальная пуля Угодила ему в живот Они в руку Как показано в фильме И он потерял сознание Красноармейцы Стали беспорядочно отступать И все же историки Не берутся Точно сказать Как погиб Чапаев До недавнего времени Он вообще числился В списках Без вести пропавших Если верить Старикам венграм Что служили в то время В Чапаевской дивизии Они переправили Командира на плоту На другой берег Урала Но он там умер И они похоронили его На песчаной косе Тело пытались отыскать И красные, и белые Никто не нашел Потом оказалось Что река Урал Изменила русло И накрыла ту косу Так что могила Чапаева Действительно Находится на дне реки И это единственная правда Из старого кинофильма Вот такова судьба Самого легендарного героя Гражданской войны А как сложились судьбы Близких ему людей Придется и здесь Развенчивать мифы Фурманова уже не было В живых, когда снимали фильм Для яркости сюжета Сценаристка Анна Стишенко Выдумала образ Ординарца Петьки Которого у Чапаева На самом деле Никогда не было Был Петр Семенович Исаев Преданный друг И одногодок Василия Ивановича Начальник батальона связи Еще тогда, когда В 1918 году В соседнем городке Формировалась Чапаевская дивизия Он вместе с односельчанами Туда и подался Отец за это всыпал ему А уже после выхода фильма Повесилась от позора Агриппина Вдова Петра Принявшая за чистую монету Роман покойного мужа С пулеметчицей Анкой Но никакой пулеметчицы В дивизии вообще не было Этот персонаж В картину ввела Тара Стишенко Была медсестра Мария Попова На которую Раненый в бою пулеметчик Навел наган И таким образом Заставил стрелять по врагам О чем Мария Андреевна Долгие годы Вспоминала с отраганием На самом деле Служили в Чапаевской дивизии Чешский писатель Ярослав Гашек Тесть будущего генсека Юрий Андропова И дед актера Александра Абдулова Кстати, мало кто знает Что другой гениальный Советский актер Евгений Лебедев Которого британская академия Ставила в один ряд С великим Чарли Чаплином Тоже Чапаевского рода Троюрный брат Наши зрители Наверное, привыкли к тому Что в своих исторических очерках Мы говорим О знаменитых людях Так или иначе Связанных с Саровом И в материале о Чапаеве Мы также останемся верны Этой теме Даже здесь Мы нашли зацепочку В Сарове живет Довольно известный человек Евгений Иванович Канунов Который одно время Работал в С-909 Потом заведующим отделом В горкоме партии Затем руководителем Полиграфической фирмы Инфо Так вот он Внучатый племянник Василия Ивановича Евгений Иванович Вы посмотрели фильм Хотелось бы узнать мнение Правдивый ли он Достоверный ли он На самом деле То что знаю я от своего деда Оно немножко отличается От тех исторических событий Которые описаны в истории официально Но в целом весь фильм Конечно снят правдиво Достоверно Это я могу подтвердить Василий Иванович Чапаев погиб Не 4 сентября А 9-го Потому что В начале лета Мой дед Это его младший брат Был ранен И отправлен в госпиталь И вот Он получил письмо Спустя полтора года От Василия Ивановича Чапаева Уже будучи У себя На родине В деревне Датированным 8-м сентября Евгений Иванович Буквально два слова О младшем Брате Василия Ивановича Чапаева Вашем дедушке Два Чапаева в одном полку Это как-то не Уживало Ну было и неправильно Во-первых Дед мой служил в разведке Было очень опасно То что Хоть и Чапаев уже тогда имел Кое-какую славу Да Вот Что попадет в руки Белогвардейцев Вот Либо будет убит Там И с документами Фамилия Чапаев Пойдут слухи Которые могли бы Ну навредить что ли В то время Поэтому Чапаев Василий Иванович Предложил своему Младшему брату Говорит Давай тебе Кличку Вернее Прозвище деревенское Оставим Поскольку дед Заготовкой леса Занимался И часто ходил по лесу Много Отбирал Строевой лес Он был Хожьял Завершая эти строки Я поспрашивал Некоторых молодых людей Смотрели ли они Фильм Чапаев Читали ли книгу Увы Большинство ответили Нет Вот такие реалии Сегодняшнего дня Люди 21 века Не только Мало знают Об исторических Личностях Века 20 Они практически Не интересуются людьми Которые живут По соседству Своих забот хватает Такое вот кино Вечести Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok